Если семья, которая произвела часы, еще жива, в другая семья никогда в них не полезет. Потому что для них часы – это ребенок. Это было негласное правило. Среди всех часовщиков никто туда не лезет без разрешения. Им говорят, можете починить. Говорят, да, можем, но вы не полезете. Поэтому делайте сами. У города есть проблемы. Одни не хотят, другие – гордые, а часы не работают. Надо это все дело как-то решать. Приглашаются на диалог главы семейства Кёня и Эльстром. И после этого диалога получается какая штука. Договорились к тому, что специалист из магазина семейства Эльстром будет приходить сюда, записывать название запчастей, которые нужны. Этот заказ будет отправляться на завод семейства Кёня. Там этот заказ комплектуется, производится. Отправляется обратно в магазин семейства Эльстром. Дальше уже специалист, смотритель. Их здесь было два. Один, который смотрит за пожарами, другой, который смотрит за часами. Собственно, тот, который смотрит за часами, приходит в магазин, осматривает коробки на предмет вскрытия. Но, опять же, человеческих факторов никто не отменял. Забирает их, забирает специалиста, приводит его сюда. Дальше уже специалист под присмотром смотрителя. Вскрывает коробки, ремонтирует часы. После ремонта он делает запись на стенах. Если ремонт был большой, он пишет это в комнате маятника. Если ремонт был небольшой, эта запись делается снаружи короба часового, собственно, на этаже под нами. И частые фамилии, которые вы здесь увидите, это Эльфстрек, потому что они тут просто чаще всего были. Кёни, собственно, запись на раме. Самое удачное место себе выбрали, да? Никто никуда их не сденет и не сотрут. Дальше это у нас Пайлонен, 1925 год. Это главный часовщик Финляндии. Он приезжал проверить, ну, поставить фамилию, какой год, когда была проверка часов. В 25-м году был большой ремонт часов. Дальше это Пархоменко, 9 мая 1945 года. Вот здесь это раз надпись. Вторая надпись также в комнате с маятником есть. И современники, собственно, Мокин, Гуреев, Зинатулин. У вас там на дверце, 2019 год. Это реставраторы Эрмитажа, которые сейчас считаются одним из лучших в Европе по ремонту часовых механизмов. По тому, что мы сейчас увидели. Мы, конечно, не застали момент, часы начинают звонить чуть раньше. Ну, сам механизм начала боя происходит чуть раньше. Вот этот чебурашка, ключик с вашей стороны, он начинает раскручиваться примерно за 4 минуты до начала боя. Почему это происходит? Это звезда, которая отвечает за ход минут, часов. В ней есть штырь, который начинает поднимать стопор. Это сигнализирует о том, что стопор начинает подниматься. И так как происходит некое движение, но оно небольшое, буражка эта прокручивается, чтобы деть куда-то энергию. Когда стопор полностью поднимется, он освободит две звезды. Эта звезда позволяет грузу в 200 килограмм свободно двигаться вниз под своим весом. Звезда с моей стороны отвечает за количество ударов. Здесь зубы неравного размера. Стопор поднимается, звезда, которая отвечает за удары, прокручивается. Стопор падает на нее, но не достигает, да, и поэтому не останавливает эту звезду. Как только два пустых пространства совмещаются, движение груза останавливается. При этом энергию-то девать куда-то надо, поэтому чебурашка прокручивается дальше. Ключик, да, с вашей стороны. Собственно, звон отдельно стоит. Схема движения минут тоже находится отдельно. Маятник отвечает за движение секундных стрелок. И здесь больше никакого деления не происходит. Здесь происходит понижающая передача до главного вала 120 килограмм. Грузик движется постоянно вниз, только очень медленно. И от этого вала происходит прямая передача на все четыре циферблата. Отсюда у нас распределяется момент на все четыре стороны. И деление как раз-таки на минуту, секунду и часы происходит на самом циферблате. Если вы обратите внимание, на всех часах есть такая коробушка. Этот вал идет на противовес. Это у нас секундная стрелка. Он движется постоянно. У вас там за спиной такая же штука есть. Дальше идет у нас понижающая 1 к 60. Это у нас минутная стрелка. И от минут на 1 к 60 также понижающая. Это у нас часовая стрелка. Секунда делает полный оборот за час. Собственно, вот противовес. И по поводу завода. Все довольно просто. Мы поднимаем стопор, останавливаем главную звезду. При этом у нас останавливается маятник, но освобождается приводной вал. Мы опускаем его на одну из грани, либо направо, либо налево. Берем кривой ключ. Я думаю, объяснять что-то надо дальше. Надеваем сюда и досчитается 200 кг на высоту 23 метра. И 120 кг также на высоту 23 метра. Пока груз полностью сюда не поднимется. Дальше мы стопор опускаем вниз. Часы все еще остановлены. Времени у нас полно. Мы же его остановили. Проверяем, все ли у нас смазано. В хорошем состоянии смазочные материалы. В среднем это занимает где-то минут 10. Дальше мы физическим способом подводим стрелки. Потому что с моей стороны есть технический циферблат. Здесь есть только минутная стрелка. Мы прокручиваем вал. Потому что они все находятся в зацеплении. Примерно где-то минут на 10. Дальше обходим. Смотрим, сверяемся со своими часами. Что примерно в то время, которое мы поставили. Запускаем маятник. Ну и естественно силой чуть больше, чем надо. Потому что дальше он берет свою амплитуду самостоятельно. Закрываем короб и приходим сюда примерно где-то раз в 10-11 дней. Потому что мы... Продолжение следует...